МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под мостом Олимпийская, 73 конкретно. Здесь у нас бетонные заводы. Бетонные бетоновозы привозят этот бетон, остатки, сливают прямо на дорогу, рядом с дорогой. Все какие дачи рядом были, все их залили бетоном абсолютно. Мы жаловались, приезжало тоже телевидение, все. Ну, как вот сейчас стали сливать, и потом уже к этому еще мусор добавляют всякий, привозят. Ночью. И вот здесь получается, что на машинах на хороших вообще с низкой посадкой не проедешь. Мы обращаемся к администрации города, в прокуратуру, в районную администрацию. Нам помочь, чтобы прекратилось безобразие, свалка, слив бетона. Чтобы здесь все расчистили, это экологически чистый район был. И нельзя превращать наш город в такую помойку. Просьба, обращайте внимание на нас. Знают они, водители, которые приезжают, они говорят, а куда мы? Мы подходим, говорят, вы что делать? Они говорят, а куда? Ну, мы что там, мужчина выйдет, мы что, никуда, никуда. Вот такой был ответ. Конечно, надо перестать загаживать вот эту территорию, зеленая зона. И при том, она как бы не вот где-то так далеко от города. Это вообще черта города. Если у нас массивы дачи оформлены, как черта города мы считаемся. Кировский район. Улица Авроры, 185. По словам жильцов, трубу холодного доснабжения прорвало почти месяц назад. Но аварию коммуначите до сих пор не устранили. В данной квартире произошел прорыв трубы. Труба, я так предполагаю, водопроводная. Наверное, идет она на весь дом. То есть по факту прорыва, значит, было обращение в ЖКС, советского района города Самары. Вот на что они сказали, значит, что они оформили заявочку. Заявочка ушла в водоканал, Самара водоканал. Должны приехать люди оттуда, делать какие-то там работы, проводить. Вот дня два-три их духу здесь не было. Через три дня был повторный звонок, этот же самый ЖКС. Вот. Опять объяснили ситуацию, что то есть труба по-прежнему течет, вода по-прежнему пребывает. Вот. А что они сказали, что заявка теперь уже как срочная стала, то есть статус поменяла. Вот. Срочная заявка, ждите, скоро начнутся работы. Ну, в этот же день приехали, значит, три или четыре человека. Вот. Походили-то друг за дружкой, посмотрели, не знают они, какой колодец. Возможно, этот колодец на улице Аврора. Сейчас вот там новое дорожное полотно положили. Вот. Чтобы вскрыть дорожное полотно, нужно разрешение. Вот. Они говорят, что здесь они ничего перекрыть не могут. Это где-то вот либо на Авроре, либо во дворах. Вот. Кто-то его забетонировал, кто, правда, они не уточнили, но знает, что он сбетонирован. Сказали, все-все-все, порядок наведем, ждите, скоро должны приехать люди. Вот. Вот. Опять они приехали. Вот. Опять из ЖКС. Значит, походили тут гуськом, сказали, что все, сегодня ночью, где-то в 11 часов вечера начнутся работы. Ремонтные. Значит, они пришли к выводу, что надо весь, значит, квартал, скажем так, лишить воды, то есть перекрыть воду на всем этом квартале. Вот. Для этого, значит, и говорят, сейчас вы не переживайте. Мы, говорит, воду перекрыли. Не переживайте, что течет. Это, говорит, она сливается. 50 домов, сами понимаете, сливаться будут долго и уехали. Ну, собственно говоря, все. Вода есть. Они ее не перекрывали даже. Вот. Они лапши на уши навешали, что все, ребята, мы там работаем. Вот. Когда я вчера звонил, объяснил ситуацию, просто говорю, девушка, ну, так как быть-то. Ваш заявочек оформлены как срочно. Водоканал. Ждите. Ну, вот ждите. Четвертую неделю ждите. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.